Всем большой привет! Меня зовут Настя и добро пожаловать на мой творческий канал! Совсем скоро у нас праздник всех влюбленных и по этому случаю я хочу предложить вам связать сердечко крючком. У меня есть две вот такие модели. Одна достаточно большая, это первое сердечко, которое я связала. Оно белого цвета и связано из плюшевых ниточек. Второе сердечко поменьше и оно с довольно интересным дизайном. Ну а почему так получилось, расскажу вам дальше. На оба этих сердечка будут описания текстовые в конце данного видеоролика, поэтому переходите туда, если вы не новичок и вам не нужно подробное видео. Но если вы хотите узнать, как я вязала это маленькое сердце, пошагово, ну, кстати, по такому же принципу можно будет связать потом и большое, то оставайтесь со мной и продолжайте просмотр. Естественно, первое и самое главное, что нам понадобится, это пряжа. Я буду использовать плюшевую пряжу, и это Гималайя Долфин Бэйби. Из всех разновидностей плюшевой пряжи мне нравится именно это, но здесь уже, естественно, дело вкуса. У меня есть небольшие остатки яркого розового цвета, и именно на нем я и буду вам показывать вязание сердца. Также нам, естественно, понадобится крючок. У меня вот такой от фирмы Гамма, тоже я им довольна, и это размер номер 5. Также для подобных ниток может подойти крючок размером, например, 4, 4,5, 5 и даже 5,5. Все зависит от вашей плотности вязания. Конечно, еще нам понадобятся такие вспомогательные инструменты, как ножницы и немного наполнителя пригодится. Давайте же приступим. Сначала нужно сделать две воздушные петли. Для этого я беру ниточку, оставляю у нее небольшой кончик и сделаю узелок. Ввожу крючок, перекручиваю его, захватываю рабочую нить и вытягиваю ее через отверстие. Таким образом у нас получается узелок и петелька, которая торчит из него. Теперь через эту петлю нам нужно провязать два раза рабочей нитью. Крючок у нас в петле, захватываем им рабочую нить, вытягиваем ее через образовавшиеся отверстия. И таким образом у нас получилась воздушная петля. Делаем то же самое еще раз. Крючок у нас в отверстии, одна петелька на крючке и через нее вытягиваем рабочую нить. И у нас получилась вторая воздушная петля. Соответственно у нас теперь есть две петельки и во вторую от крючка мы вставляем крючок соответственно. И в эту петлю мы будем провязывать 6 столбиков без накида. Для этого я беру рабочую нить, подхватываю, вытягиваю ее. Теперь на крючке у меня две петли и через обе эти петельки я протягиваю рабочую нить. Таким образом получается первый столбик без накида. И осталось сделать еще пять в это же отверстие. Когда 6 столбик сделан, находим первый столбик, продеваем под обе стеночки этого столбика крючок, захватываем рабочую нить и сразу же вытягиваем ее в петлю на крючке. Таким образом делаем соединительный столбик. Важный момент при работе с плюшевой пряжей, на который я советую обратить внимание, так это захват нити. Плюшевая пряжа довольно фактурна. И для того, чтобы у нас образовались вот такие небольшие объемные бороздочки, видите такие объемные полосочки при вязании, важно захватывать пряжу крючком, подбирая ее сверху. То есть мы заводим крючок и пряжу захватываем каждый раз вот таким образом. То есть не вот так снизу, а крючок у нас должен располагаться поверх пряжи каждый раз. Именно это позволяет сделать такую интересную текстуру. Сейчас нам нужно будет прорезать 6 прибавок, то есть по прибавке в каждую петлю в этом кольце. Итак, прибавку сделать очень просто. Сначала мы делаем столбик без накида в одну петлю, и в эту же петлю мы делаем еще один столбик без накида. Таким образом в одной петле у нас будет 2 столбика без накида. Это и есть прибавка. То же самое повторяем с остальными столбиками без накида. Таким образом в конце этого круга у нас должно получиться 12 столбиков без накида. В третьем ряду мы будем провязывать 3 столбика без накида, одну прибавку. Таким образом делаем 3 раза до конца ряда, и у нас в конце ряда получится 15 столбиков без накида. Вяжем 1, второй столбик без накида, третий столбик без накида, а вот сейчас в следующий, в четвертый, мы провязываем 2 раза столбик без накида. Таким образом 4 и 5 в этот же столбик. Далее идем точно так же еще 2 раза. Можно пересчитать все столбики, у нас должно быть их 15 в конце этого ряда. И сейчас мы провяжем еще один ряд столбиками без накида без изменений. Таким образом нам нужно провязать еще 15 столбиков без накида по спирали. Заканчиваем эту деталь, и у нас с вами сейчас получилась одна из верхушек. Чтобы завершить вязание этой детали, я делаю соединительный столбик, завожу крючок в следующую петлю, захватываю рабочую нить, и сразу же вывожу ее через петлю, которая была на крючке. Таким образом получился соединительный столбик, и чтобы затянуть его, сделаем воздушную петлю. Через образовавшуюся петлю на крючке просто протягиваем рабочую ниточку. Чуть-чуть ее вытягиваем, оставляем буквально 5 сантиметров, и обрезаем нить. Вытягиваем эту ниточку, немножко за нее тянем, и у нас образуется узелок в конце. Деталь надежно закреплена. Сейчас нам нужно будет провязать таким же образом еще одну деталь. Это будет вторая вершинка сердечка. Ну что ж, я закончила вязание второй детали. Ниточку не обрезала, не заканчивала. И сейчас у нас есть две вот такие вершинки одинаковые. Нужно их соединить. Итак, я беру две детали, вот таким образом их переворачиваю. У меня на крючке петелька от последнего столбика без накида на второй детали. Беру первую деталь и ввожу крючок в петлю, которая шла после ступеньки, где мы завершали вязание. И захватываю рабочую нить. Протаскиваю ее сразу через два вот этих отверстия. Одно это там, где у нас ставлен крючок в первую деталь, и второе это там, где у нас была вторая деталь. Вытягиваю рабочую нить. Таким образом мы соединили две детали. И сейчас нам нужно провязать будет 15 столбиков без накида по первой детали. Далее мы переходим сразу же на вторую деталь. И здесь вяжем 15 столбиков без накида. Давайте сделаем этот шаг вместе. Начинаю идти по первой половинке. Как только я дохожу до этой ступеньки, где мы делали соединительный столбик, я ввожу крючок не в эту верхушечку, а вот сюда чуть пониже. Можно сразу до 15 просчитать, чтобы не ошибиться нигде. И как только мы дошли до конца первой детали, сразу же переходим на вторую деталь. Провязываем по второй детали также 15 столбиков без накида. Таким образом, когда мы закончили это все вязание, получается примерно 32 столбика без накида во всем этом большом ряду. Почему я говорю примерно? Потому что, честно говоря, каждый раз, как бы я не старалась сделать все ровненько и аккуратненько, я где-то могу в местах соединений прибавить лишний столбик. В этом нет ничего страшного, на мой взгляд. Ну, получилось 32 столбика без накида. Должно быть 30. В целом это не проблема. На итоговом результате это будет все равно никак не заметно. Далее наша задача провязать следующий ряд без изменений. Но это в том случае, если в конце вот этого всего ряда у вас получилось 30 столбиков без накида. Если у вас так же, как и у меня, вышло немного больше, то просто сделайте то количество убавок, чтобы в конце ряда у вас было 30 столбиков без накида. Таким образом, у меня получилось 32 столбика в этом ряду. Мне нужно сделать 2 убавки, чтобы в конце ряда у меня получилось 30 столбиков. Давайте начнем. Убавки я буду делать по бокам и заодно как раз-таки покажу вам, как это сделать. Вяжем столбики без накида. Я дошла до боковой части одной из половинок и покажу, как я делаю на плюшевой пряже. Именно на плюшевой пряже я только таким способом пользуюсь. Убавку я завожу крючок под одну петлю, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее и завожу крючок под вторую петлю. Также захватываю рабочую нить и вытягиваю ее. На крючке, внимание, у нас теперь 3 петли. И через все эти 3 петли я протягиваю рабочую нить. И далее продолжаю вязать также по столбику без накида в каждую петлю. Сейчас я дойду до второй боковой части и покажу вам еще раз, как я делаю убавку. Я опять дошла до боковой части и еще раз делаю убавку. Ввожу крючок в одну петлю, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее, две петли на крючке, ввожу крючок в следующую петлю, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее. На крючке у меня 3 петли и через все 3 я вытягиваю рабочую нить. И, в общем-то, заканчиваем вязание этого ряда, доходим до конца и можно еще раз пересчитать все количество столбиков в данном ряду. Их должно быть 30. В следующем ряду мы будем вязать 3 столбика без накида, 1 убавка, так 6 раз до конца ряда. И в конце ряда у нас должно получиться 24 столбика без накида. Давайте вместе провяжем этот ряд. Итак, я делаю 1 столбик без накида, 2 столбик без накида, 3 столбик без накида и 4 делаю убавку. Захватываю рабочую нить в одной петле, во второй и через 3 петли протягиваю рабочую нить. Это был у нас 4 столбик. 5 6 7 8 Также делаем убавку. И таким образом двигаемся до конца ряда. Следующий ряд провязываем без изменений 24 столбика без накида в ряду. Как вы видите, у меня закончилась одна ниточка и я хочу прицепить сюда вторую сразу и покажу вам, как я это делаю. Этот способ я использую не только на плюшевой пряже, но и на любой другой. У меня остался маленький кончик моей ниточки. Беру вторую нить, она у меня того же цвета, ну вот просто другой клубочек. Вставляю крючок в следующий столбик без накида, захватываю вот эту вторую ниточку от нового клубка, вытягиваю ее и провязываю уже новой рабочей нитью столбик без накида обычный. Провяжу еще один столбик сейчас и там, где у нас оставались ниточки, это предыдущая рабочая нить и новая рабочая нить, я их просто связываю. Обычным узелком двойным этого не будет видно, так как это все изнаночная сторона, на лицевой это никаким образом не отобразится. Собственно, таким же принципом можно делать и изменение цвета. Ну и дальше вяжу уже этой ниточкой. В следующем ряду мы будем провязывать два столбика без накида, убавку и так 6 раз до конца ряда и в конце ряда у нас получится 18 столбиков без накида. Давайте немного повяжем вместе. Итак, первый столбик без накида, второй столбик без накида и дальше делаем убавку. Ввожу крючок в один столбик, вытягиваю нить, ввожу крючок в другой столбик, вытягиваю нить и теперь через три нити протягиваю рабочую нить. Сделали убавку. И таким образом еще пять раз. Закончила этот ряд и в следующем ряду вяжу 18 столбиков без накида, без изменений. Закончила этот ряд и в следующем ряду вяжу один столбик без накида, одна убавка, так 6 раз до конца ряда и в конце ряда должно получиться 12 столбиков без накида. Закончила этот ряд и в следующем ряду мы вяжем 12 столбиков без накида, без изменений. И это будет наш предпоследний ряд. На данном этапе игрушку можно набивать. Я для этого использую синтепух. Ну и в последнем ряду мы сделаем 6 убавок. Как видите, у меня остается совсем чуть-чуть ниточки и больше у меня ниток этого цвета нет, поэтому я просто надеюсь, что мне этого хватит. Ну что ж, ниточки мне совсем немного не хватило, буквально, чтобы сделать 2 убавки и завершить вязание. Видите, она в конце даже вся полосела, потому что я ее сильно пыталась затянуть, но ничего страшного, вы доделываете 6 убавок, так как я и сказала, в конце делаете соединительный столбик и воздушную петлю, отрезаете ниточку и вытягиваете ее, таким образом у вас образуется узелок. Это то же самое, что мы делали для завершения вот этих вот верхушек. Когда вы закончите вязание, нужно затянуть вот это образовавшееся отверстие. Я для того, чтобы вам это все продемонстрировать, возьму ниточку другого контрастного цвета, вот у меня есть небольшие остатки желтого, и использовать удобнее всего вот такую пластиковую иголку. И так, после того, как вы сделали воздушную петлю, вытащили ниточку, мы начинаем стягивать отверстие. Каким образом? Начинаем заводить оставшуюся нить под одну из стеночек каждой петли в отверстии. То есть, я нашла первую, завела. Нашла вторую, завела в нее. В третью завела. В четвертую, соответственно, в пятую и в шестую, так как у нас должно было быть именно 6 столбиков без накида в этом ряду. Затем просто тянем за ниточку. Она стянула все отверстие. Ну и можно сделать обычный узелок. То есть, протягиваем вот так иголочку через другие столбики, вытягиваем ее, и все. Таким образом у нас создается узелок. Потом ниточку можно продеть куда-нибудь сюда, например. Вытягиваем вот так вот ниточку и обрезаем ее вот здесь. Но я хочу хоть как-то реанимировать получившийся у меня желтый низ у сердечка, поэтому я попробую немного добавить каких-нибудь декоративных элементов здесь. Просто небольшие крапинки. Ну а вы заканчивайте вязание или тоже попробуйте декорировать сердечко, как вам нравится. Ну что ж, такое довольно необычное сердечко с таким странным цветовым сочетанием у меня получилось. Ну вот как есть. Как видите, в творчестве не бывает безвыходных ситуаций. Главное задействовать как-то фантазию. Но знаете, в этом сердечке с крапинками что-то есть. Мне нравится такой достаточно яркий аксессуар. Я очень надеюсь, что данное видео было для вас интересным и полезным. Если это так, то не забудьте поставить ему пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Также я очень надеюсь, что вы на меня не в обиде за то, что у меня закончилась ниточка в данном видео. Все-таки разные ситуации бывают. И надеюсь, что вы не будете за это ругать данный мастер-класс. Как обычно, хочу пожелать вам вдохновения и позитива. А также напомнить о том, чтобы вы заглядывали в описании к данному видео. Ну а также не забыли, что в конце вас ждет текстовое описание данных сердечек крючком. Хорошего вам настроения. И всем пока!